Вопросы? Здравствуйте! Марит же может говорить по-русски. Расскажите, да, почему вы говорите по-русски, а почему вы делаете это? Но я сначала хочу, простите, что меня будут извинять, потому что я очень плохо буду говорить. Но для меня этот момент очень важен. Я училась, я после того, когда школа заканчивалась в Флине в Перу, я приехала в Москву, мне было 17 лет. Я училась здесь в университете имени Ломоносов на подразделенной факультете, потом 4 года в Несенском институте училище, а потом 5 лет на бывшее образование в институте имени Гнеси. То есть я вас вращаюсь в очень сильном смысле домой после 30 лет. Много было сложных мест. У меня вопрос. У вас 22 либретта. На каких языках вы пишете эти либретта? Я написала все на испанском. Меликам мой крупный язык, но все были переведены на финском языке. Но случилось так, что только каким исполненем на финском языке, все остальные на испанском языке. Потому что для композитов было тоже интересно найти другой путь. Конечно, музыка рождается по-другому, если язык не злой язык. Интересно. Может, правда. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что я счастлива. Вообще счастье для меня это не есть постоянное счастье. Я думаю, что счастье это не каторые моменты. Счастье. Но я считаю счастлива потому что у меня были вот эти моменты. Они не связаны ни в Союз, ни в Финляндии, ни в России. Они связаны, могут растаться и жить в такой другой стране. Я считаю себя счастлива. У меня жизнь давала возможность сделать, что я хочу. Моя мама была поэтесса в Перу. Я думаю, что мне гораздо легче. Была я. Могла существовать, как бы осуществлять себя это, а это не мало в жизни. Конечно. Спасибо большое. Спасибо огромное. Я передаю слово режиссеру-постановщику сегодняшнего спектакля Анатолику. Добрый вечер. Что мне сказать вам? Как работалось? Как-то Кеннадий Николаевич Рождественский звонил мне в Юле и сказал, что я хочу с вами поставить такой спектакль. Калавиау, Фридай Диего. Я ответил ему, что я в расчетах в отставке. Три года назад поставил свой последний спектакль Павла Финдемента. Долгий Рождественский ужин. И мне не хочется уже поставить и нервничать. Так оно было. Потом посылали мне клавиры и ютуб-саписи с премьерой Фенсинки три года назад с студентами Академии Сибириуса. Я смотрел и убедился, что это очень сложное произведение, ритмически очень требовательное. И с другой стороны, я этих персонажей не знаю и никакого конкретного отношения к ним не имею. И прошло еще неделю, он все-таки стукнет. Мне по голове говорит, что вы помните, что Борис Александрович Покровский пригласил вас в этот театр в 79-м году уже поставить оперу Бриттена. Давайте создадим оперу «Маленький трубочист», потом «Пим Пиноне». Вы были у него на стажировке большом, он стал в Италию Хованчине и так далее. Как вы можете отказать память Бориса Александровича Покровского? Ну и так оно было. Приехал сюда, познакомился с Виктором Герасименко, художником. Что-то нашли, какую-то идею. Потом была смена дирекции в театре. Мы не знаем, продолжается работа или нет. И мы вернулись к нулю. Ну и так сейчас практически с первого. Я неделю здесь мы репетировали в октябре. А сейчас с первого ноября пошла практически работа с этим произведением. И как всегда, изучая материалы, певцы преодолевают все технические трудности и начинают щупать, что там со пределами этой музыки или со пределами характера. Я должен сегодня честно сказать, что я очень счастлив с этой работой. Не могу сказать сейчас счастлив своей постановкой, но с процессом работы я очень счастлив. И что Дмитрий Крюков так рядом всегда со мной был. Это у меня необыкновенная поддержка. Но до этого рубежа мы дошли. Вы увидите через полтора часа на сцене, что там происходит. Как-как поехать дальше. Спасибо. Это был я, потому что там поначалу было очень трудно. Трудно пойти в этот музыкальный язык. Трудно понять, с чем мы имеем дело, с какой тематикой, с каким настроением, с каким состоянием. И постепенно, вот так вот, день за днем, неделю за неделей, кирпичик по кирпичику буквально мы выстраивали это здание, это полотно. Можно сказать, без привлечения полотно. И дошли до такого уровня, что всем стало это очень нравиться. Все стали в это вживаться. То есть, путь был проделан нелегкий и длинный. Что касается самого состояния и тематики, конечно, можно говорить о любви, можно говорить о революции. Но вот вчера очень точно композитор мне сказал про финал этой оперы, что идея растворения во Вселенной, идея бесконечности. Несмотря на то, что какие-то перебития бывают, войны, вы знаете, вот действия происходят. Начало Второй мировой войны Троцкий, революционер, революция, сто лет жертвы, трагедия, насилие и так далее. Где-то в это же время происходит любовь. То есть, идея того, что неумолимо мы движемся вперед, не обязательно даже к Богу, можно и духовным, и атеистическим языком выражаться здесь и понимать, и с той, и с другой стороны это все. Идея растворения бесконечности, вот я повторюсь, мне кажется, это основная идея этой оперы, что все продолжается, все идет дальше. И я просто искренне счастлив, что мне удалось прикоснуться с этой музыкой, потому что я считаю, что это основной заслугой этой оперы, этой музыки. То есть, выражение именно того, что мы все ищем в повседневной жизни, выражение невыразимого. Вот это я так, по крайней мере, чувствую. В общем, браво композитору. Браво. Спасибо. Мадер говорил, что музыка должна включать, вот поскольку я говорила о Мадере, внутри себя целый мир. И точно так же фреска подразумевает, что внутрь включается целый мир. В общем, я использую эту оперу очень много музыкальных статей. Это начинается с мексиканской «Ла-Бамба», что называется «Сворт-сворт-кутейшн». Также, в конце концов, есть еще одна мексиканка, «Ла-Бергитта». Но потом, в конце концов, они делают пародия о Хитлере. Вы слышите, что музыка, что фокстрот и марши, что написано в германской стиле в 30-летней стиле. И, в конце концов, есть одна мелодия, которая очень старая майя-майя-майя-мелодия, майя-индианская мелодия. Но также очень модернная сика экспрессия, например, когда «Диего Пародайс» делает пародию о Сталина. Очень много я включил музыкальных разных стилей в эту оперу. Например, вот «Танец Ла-Бамба» во втором акте, или пародия на Гитлера, на Сталина, когда подчеркнута такая респредмизованная где-то даже фашистская музыка, или, например, пародия «Диего» на Сталина. Там еще, по-моему, музыка майя-то старая мелодия. И в конце также используется индийская народная мелодия из музыки народа майя. Используется тема, которая символизирует бесконечно. И каждый персонаж имеет свои собственные инструменты. Фрида-инструмент – это саксофон. Он очень сенсорный человек. И каждый саксофон. Каждый персонаж здесь имеет свою собственную характеристику, которая выражена инструментом. Например, Фрида часто сопровождается саксофоном. Очень такой сенситивный, чувственный, глубоко персонаж. И саксофон ее все время сопровождает. Диего – это очень большой человек. Тихий человек, но его голос – это не только голос. И, поэтому, его инструмент – это туба. Он – тенор. Несмотря на то, что Диего – он тенор, но он очень такой тучный, большой, полный человек. И он сопровождается постоянно тубой поэтом. И каждый раз, когда Троцик входит, вы слышите мелодия, это комбинация с республикой национальной панте. И национально. Это комбинация с тунами, который мы использовали. И Троцкий входит. Да, да. Например, когда Троцкий входит, это комбинация народных мелодий, некоторая даже пародия, которая грубо выражается. И Дарит Афро Сикерас – это очень строгий человек. Он тромбон – это инструмент. Сикерас – очень такой строгий, прямолинейный человек, и он постоянно выражается тромбоном. И так далее. Так много музык и разные вещи. И когда есть тоже эти яркие машины, то есть электронный инструмент Терамин. Это довольно новое драмиск. Да, Терамин бокс тоже, когда чуть более такая сюрреалистическая атмосфера, это Дерамин бокс выражает. Терамин – это вообще инструмент, такой специально созданный, но у нас его синтезатор играть будет. Терамин – это все. Все. Спасибо.